Как избавиться от муравьев в доме? С приходом весны дома нередко появляются мелкие, снующие повсюду муравьи. Самые распространенные в европейской части страны – черные муравей. Считается садовым, но нередко поселяется и в квартирах. Появившись в помещении, насекомое стремительно размножается. Как избавиться от муравьев в доме? Почему это сложно сделать? Химические народные средства, меры профилактики оба всем рассказано далее. Почему так сложно вывести муравьев в доме? Причины, по которым муравьи могут появиться в квартире, в доме или на обычной даче – разнообразные приближения зимы, теплолюбивые. Насекомые предпочитают строить муравьиник в теплом месте, антисанитария в помещении, часто приходят от нечистоплотных соседей принесения. Извне, в овощах на рынке, в рассаде, грунте и загорода нередко встречается этот мелкий древоточец. Муравьи в доме, несмотря на крошечный размер, муравьиное гнездо может принести существенный вред человеку и технике, любое насекомое. Переносчик инфекции и болезнетворных микробов муравьи в поисках в еды способны залезть в любой мешок или пакет, испортив при этом. Продукты, забравшись внутрь, способны вывести из строя бытовую технику, и некоторые виды кусаются и довольно болезненно, например. Красный или лесной муравей стремительно размножаются сами и разводя дополнительных вредителей талю. Да и само соседство в жилом помещении с этими вездесущими насекомыми никому не доставляет удовольствия. Их количество может только за одно лето вырасти до нескольких тысяч особей и бороться с ними крайне сложно. Существует ряд причин, которые осложняют процесс полного выведения насекомых. Мураши всеядны. Любые крошки, плохо запакованные продукты, остатки пищи на тарелках людей и мисках собак, все идет в пищу прожорливому муравью. Сделать так, чтобы на кухне даже крохи не осталось крайне сложно, человек видит лишь часть семейства. Добывают пищу, а соответственно попадаются на глаза людей только рабочие особи. После их уничтожения все равно часть насекомых остается в помещении, живучесть. Некоторые экземпляры способны выжить даже после обработки ядом. А выжив по новой строят гнездо, способны переносить муравейник, если он обнаружен человеком. Как избавиться от муравьев в доме? Чтобы успешно вывести муравьев, нужно найти гнездо. Для этого можно проследить за поведением рабочих особей, они бегают по тропам, указанным разведчиками. Существуют места в квартирах и дачных домиках, особенно излюбленных этими насекомыми. В первую очередь нужно проверить стыки деревянных панелей, окна или рамы, труднодоступные участки под ванной или холодильником, вентиляционные отверстия. Способов эффективной борьбы с муравьями в доме несколько. Химические средства аэрозоль. Максимально быстрый способ избавиться от назойливых насекомых. Использовать различные химикаты. На рынке встречаются самые разнообразные средства против мураши – аэрозоль. Рекомендуют использовать в случае, когда точно известно нахождение гнезда. Распыляется аэрозоль непосредственно на него и область вокруг. Обладает мгновенным эффектом. Использовать аэрозоль необходимо строго соблюдая технику безопасности, поскольку он очень токсичен и имеет неприятный запах. Спрей. Аналог аэрозоля. Отличается способом распыления. Гели и капли. Вязкий гель с вредным для насекомых веществом наносится на дорожку, по которой бегают рабочие особи. Тепь в очередь заносит яд в гнездо, заражая остальных членов муравейника. Можно нанести гели по периметру помещения. Капли являются разновидностью геля. Данное средство имеет отсроченный эффект. Примерный срок исчезновения всей колонии – месяц. Карандаши, мелкие порошки. Способ применения и результат похож на использование гелей. Но порошковое вещество хуже прилипает к лапкам насекомых. Чаще применяют как профилактическое средство, если замечено незначительное количество мурашей. Микрокапсулы. Препарат растворяется в воде. Полученной жидкостью опрыскивает пространство, оккупированное муравьями. Ядовитые вещества попадают на лапки насекомым и таким образом разносятся на всю колонию. Ловушки. Суть метода заключается в том, чтобы приманить как можно больше насекомых. Существует несколько видов ловушек. Электрические. Мураши убивают электрический ток. Приманивает же запах. Приманка находится внутри устройства клеевые. Суть ловушки – муравей приклеивается и не может выбраться ядовитые. Это наиболее эффективный способ, поскольку убивает насекомое не сразу. Муравей не только сам съедает отраву, но и предварительно несет ее в гнездо. Это приводит к заражению всей колонии. Ультразвуковые отпугиватели часто условия не позволяют использовать химикаты, например, в доме маленький ребенок, питомец, у кого-то аллергия. В этом случае рекомендуют использовать ультразвук. Принцип действия устройства заключается в том, что аппарат издает звуки, волны различной частоты, доставляющие муравьям дискомфорт. Действует отпугиватель в радиусе 200 метров. Ультразвуковые отпугиватели обратите внимание. Данный метод часто критикуют как недостаточно эффективный. Любой из выбранных способов борьбы против муравьев должен сопровождаться тщательной боркой с дезинфицирующим средством. Все щели необходимо замазать, чтобы исключить повторное попадание в жилище. Если нет уверенности в том, что удастся справиться самостоятельно, лучше всего вызвать дезинфектора. Этот способ будет также эффективен, если гнездо не обнаружено. Помимо частного помещения, специалист может обработать чердак, подвал и лестницу. Народные средства для борьбы с муравьями. В народе существует масса способов и методов защиты от муравьев. Трудно сказать, какие средства борьбы с вредителями наиболее эффективны. Разница между натуральными рецептами и химикатами состоит в том, что первые часто только отпугивают насекомых. Вот несколько народных рецептов их уничтожения. Необходимо взять помидорную ботву, прокипятить ее. Затем этим отваром полить муравьиное гнездо. Аналогично используется и мыльный раствор. В местах, где появляются муравьи, можно начертить мелом линии. Муравьи путаются и начинают петлять. Самый специфический метод в помещении заводят больших лесных муравьев, которые отпугивают более мелких домашних собратьев. При этом сами в доме не остаются. Смешать сахар 3 чайные ложки. Борную кислоту 1 час. Ложка и кипяток 2 чайные ложки. Смесь нанести на картонку, тарелку или ватный диск. Это станет отличной наживкой для навязчивых насекомых. Вместо сахара можно взять мед, варенье или глицерин. Из готового раствора можно налепить специальные шарики. Борную кислоту смешивают еще и с фаршем. Один минус у данного состава токсичен для человека, поэтому кислоту используют в небольших количествах. Коктейль для муравьев пригоден только в ближайшие 48 часов. Далее нужно приготовить новую приманку. Отварить картофель, 3 клубни, смешать с тремя яйцами, добавить 1 чайную ложку сахара и пакетик борной кислоты. Скатать шарики и разложить на тропу. На тропке, по которым следует муравьи, налить эфирные масла, кофейную гущу. Можно насыпать красный и черный перец, чеснок, петрушку, гвоздику, лавровый лист и другие резко пахнущие ингредиенты. Уксус. Помимо резкого запаха он еще и очень едкий, разрушает хитиновую оболочку вредителей. Если для разбрызгивания на все поверхности в доме уксус обязательно разводится водой, то в муравьиный домик льется неразбавленным. Наряду с уксусом используется нашатерный спирт. Принцип действия такой же. Разводится он в пропорциях флакончик на 1 литр воды. Для эффективности обработку повторяют нескольких дней. Можно использовать лекарственную ромашку, рассыпав ее в местах скопления насекомых. Если развести мед в воде, муравьи захотят отведать лакомство и утонут. Воду слегка нагреть, развести в ней щепотку дрожжей, добавить сладкое. Разлить в емкость и расставить в тех местах, где они очень активны. Все продукты хранить очень плотно закрытыми и избавление от муравьев гораздо мучительнее, чем профилактика. Важно, нельзя допускать повторного появления этих насекомых в доме. Необходимо проводить регулярную чистку и уборку в доме. Все продукты храните очень плотно закрытыми. Немытая посуда не должна стоять в раковине. Необходимо замазать все щели в доме и окна плинтусы и т. Депрофилактика. Чтобы не пришлось долго и упорно избавляться от вредных насекомых, важно соблюдать предупреждающие меры, если есть высокая вероятность. Появление муравьев. Необходимо содержать кухню в чистоте. Не допускать скопления пищевых отходов. Чаще выносить мусор тщательно. Промывать мусорное ведро. Не оставлять на ночь на столе продукты. Особенно сладости. Появлению этих букашек предшествует настоящая разведывательная акция. Муравей-разведчик изучает участок на предмет еды. Не обнаружив ничего съестного, муравей не приведет в колонию. Регулярную влажную уборку иногда можно заменить профилактической, то есть с использованием химических или народных средств, чтобы насекомых отпугивало не только отсутствие пищи, но и неприятные для них запахи. Любая уборка должна быть качественной. Важно мыть не только кухонную плиту и раковину, но и посуду домашних животных, если они имеются. Даже крошечному насекомому нужна щелка, чтобы попасть внутрь. Герметизация всех щелей не только на кухне, но и других помещениях поможет предотвратить появление муравьев. Иногда полезно прислушаться к разговорам соседей. Если у кого-то из них появились непрошенные гости, риск, что они начнут распространяться и по другим квартирам многократно возрастает. Способы, не позволяющие появиться черным муравьям, несложные, при этом эффективные, надежные, проверенные жизненным опытом.